И всем привет, ребят! С вами Сарваник и я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. И сегодня вместе с вами мы обсудим тему тех самых заветных танкофондов. Очень часто мне задают вопросы, а когда будет новый танкофонд? Когда будет это легендарное событие? Когда у нас появится новый контактичек и контентик, который можно будет реализовать? И очень выгодно прикупиться, да, потому что это самое, наверное, выгодное вложение, которое у нас есть в игре. Сегодня мы обсудим эту тему, ну а если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллиарк всталов на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике установите мы личный тег. Тегтимпэй, дальше оформляйте покупочку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня мы посмотрим на два танкофонда, которые были уже в этом году в нашей игре. Это летний киберспортивный танкофонд и танкофонд, который был приурочен к дню рождению нашей игры. Предположим, какие могут быть призы в новом танкофонде, ну и о том, когда же этот танкофонд появится. Первый танкофонд в этом году набрал практически 41 миллион, что, в принципе, было очень и очень неплохим показателем. Имел он в себя, ну и вообще состоял из 20 уровней, из 20 миллиончиков. Ну и в целом можно было получить новые устройства на пульсар. Не совсем, конечно, контентовые новые скины, но и небольшое количество ультраконтейнеров и обычных контейнеров. В целом получилось неплохо, атмосферно. Конечно, я ждал какие-то новые устройства с точки зрения именно изменений механик и характеристик пушек. Но здесь добавляли исключительно лишь пульсары, но в целом первый танкофонд в этом году целиком и полностью был удачный. Что не скажешь про второй киберспортивный танкофонд, который у нас был в этом году. Повторюсь, киберспортивный танкофонд, именно и ближайший танкофонд, который у нас будет, он будет также киберспортивным. Он набрал за месяц всего лишь 22,5 миллиона. И это, ну по факту, наверное, самый провальный танкофонд, который был у нас в рамках нашей игры. Потому что киберспортивные танкофонды, ну наверное, за исключением первого, так мало точно не набирали. Ну и главная проблема этого танкофонда была в том, что здесь хоть и сделали супер большое количество уровней, Которые я в целом оценил изначально и сказал, что это круто, что сделали их так много, то что здесь можно получить награды. Но главная суть и проблема этого танкофонда была в том, что здесь рандомно призы добавлялись не самые лучшие. То есть если была бы возможность от меньшего к большему идти, да, и ребята бы видели прогресс и потенциал того, что можно получить крутые награды. Либо изначально бы здесь бы где-нибудь там на 10, например, миллионе был бы уже хороший приз, то намного большее бы количество приобрело бы этот танкофонда. Так, самые хорошие награды здесь находились, начиная с 35 уровня, боевой пропуск. Дальше здесь у нас появлялся Хантер Драйвер на 39 уровне. Ну и самое вкусное, что здесь было, это скин-контейнер на 45 миллионах. Изначально, конечно, я думал, что эти 45 лямов наберутся, но по итогу мы сумели набрать всего лишь половину от этого скин-контейнера. Ну, практически точно половину, да, 22 миллиона 494 тысячи, грубо говоря, 22 с половиной ляма. И как раз-таки этот танкофонд оказался провальным. Очень много бесполезных призов, которые здесь не должны были быть, по типу вот этих вот замечательных красок, по типу добавлений плюс миллионов, которые, ну, наверное, никому абсолютно не нужны были. Поэтому я надеюсь на то, что у нас следующий киберспортивный танкофон также будет включать в себя 50 уровней, так как 50 уровней это, ну, с точки зрения мотивации и интереса очень неплохая вещь. Но, 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 эти уже 50 уровней будут правильно сбалансированы. И, например, ну вот, было бы очень круто, если бы первые 10 уровней бы состояли бы из только трех ультра-контейнеров. То есть у нас было бы в сумме там 30-ка ультра-контейнеров. Дальше бы у нас уже начинались бы какие-нибудь новые интересные устройства, да. И потихоньку-потихоньку бы награды бы увеличивались. И там же так же само был бы скин-контейнер, были бы новые какие-нибудь скины. И тогда бы это все дело бы выглядело бы очень и очень круто. Ну и самый главный вопрос, который, на который ответ вы бы хотели бы получить. Когда будет этот киберспортивный танкофонд? Он будет в середине, ближе к концу ноября. Именно тогда у нас по графику будут уже начинаться серьезные игры в рамках мажор турнира зимнего. И тогда уже будет старт этого танкофонда. Поэтому по сути у нас осталось где-то, ну 3 наверное, если грубо взять, где-то 3 месяца до этого события. Поэтому вы уже можете копить танкоины. Напомню, что вход в танкофонд стоит 1000 танкоинов. И за эту 1000 танкоинов у вас будет возможность очень крутые награды получить. Поэтому без доната у каждого есть возможность за 3 месяца, я более чем уверен, нафармить эту 1000 танкоинов. Поэтому копите, ожидайте. Ну и пишите свои предположения, что вы думаете, что добавят наши разработчики в танкофонд. Что бы вы, например, сами хотели бы видеть. Можете тоже написать в танкофонде, какие акценты и какие интересы у вас есть и предпочтения по призам. Ну и проявлите максимальную активность на данный видеоролик. Покажите, что вы так же, как и я, ждете этот замечательный танкофонд. Поэтому давайте прожмем максимальное количество лайков. Также не забывайте, конечно же, подписываться на этот канал. Ну и не забывайте подписываться на тележечку, где весь лайв контент, где вся информация по стримам у нас выходит. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.